Незаконные свалки, загрязнение воздуха и рек на контроле. Следить за экологической обстановкой в регионе государственным инспекторам помогают добровольцы-общественники. Сейчас их 169 человек. За 2019 год они выявили порядка 300 нарушений. Это и сброс отходов с машин, это и загрязнение почвы, и водоемов, и рубка леса. В общем, тут направлений очень много. Мы расширили охват территории, которая подконтрольна нам. Кроме того, бывают такие ситуации, когда есть жалобы. Общественность как раз и работает в этом направлении, объективно оценивая ситуацию. Поэтому мы заинтересованы в таких неравнодушных гражданах. На заседании комиссии в общественной палате добровольцы рассказали о сложностях, которые возникают при работе. Не всегда общественным инспекторам своевременно сообщают о проведении рейдов Росприроднадзора и прокуратуры. Поэтому они не могут принять в них участие. Сложности и с оперативным получением результатов мониторинга от лабораторий. Вопрос о доступе к информации, о том, чтобы получать вот такую объективную информацию о состоянии окружающей среды, о деятельности тех, кто влияет на состояние окружающей среды, оперативно и в нужных для этого размерах. Задача общественных инспекторов – получать больше информации для того, чтобы проводить аналитику, выявлять это нарушение в процессе аналитики, ну и обращаться в соответствующие органы за их реакцией. В ближайшее время комиссия по охране окружающей среды планирует обсудить вопросы поддержки некоммерческих организаций экологической направленности, а также результаты мониторинга состояния воздуха в регионе и результаты работы регионального оператора по вывозу мусора. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.